Купить шубу и уехать в ней на новом автомобиле? Делай покупки до 26 декабря и сможешь выиграть путевку в Таиланд и много других призов. Самый везучий получит новенький порт Фокус. Шуба Центр. 285-5866. Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК. Меня зовут Дарья Тарасенко. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о самых важных и интересных событиях этого дня. И мы начинаем. В Назаровском районе у школьницы обнаружили открытую форму туберкулеза. Девочку уже госпитализировали в Красноярск. Факт заболевания подростка подтвердили в прокуратуре. Сейчас специалисты этого ведомства и Роспотребнадзора проводят проверку. Известно, что девочка училась в 9 классе. Мама у нее доярка. И пару лет назад семья переехала в Назаровский район. Как ребенка принимали в местную школу? Как долго девочка с диагнозом туберкулез находилась в контакте со сверстниками? И главное, как своевременно в школе проводились медосмотры? В самом учебном учреждении эту ситуацию не комментируют. А родители сейчас беспокоят одно. Почему школу не закрыли на карантин? В администрации района на этот счет ответили следующее. Мы же просто так не можем карантин объявить. Нужны специальные службы. СС должна это сделать. Или в психиатрическую службу. На сегодняшний день учителя стопроцентно прошли флюорографическое обследование. Сегодня детям сделано МАНТУ. Завтра начнется поэтапное, потому что детей в школе, ну как бы, немало, поэтапное флюорографическое обследование. И дальше уже службы будут отрабатывать. Напомню, в январе стало известно, что в красноярских автобусах работали кондукторы с туберкулезом. У одного из сотрудников была открытая форма заболевания. После этого в городе прошли масштабные проверки сотрудников автотранспортных предприятий и обычных красноярцев. За 10 дней проверили больше тысячи человек. Тогда заболевших туберкулезом оказалось в два раза больше, чем выявляют обычно. Но связан ли результат с работой кондуктора, никто сказать не смог. Отчитываться дважды в неделю и чистить тротуары от наледи еще тщательнее. Глава города Эдхамак Булатов остался недоволен тем, как его подчиненные организовали зимнюю уборку в Красноярске. А за этот фронт работы, по данным главы, отвечают районные администрации и департамент городского хозяйства. Так вот теперь с них спрашивать будут в два раза чаще. С завтрашнего дня они должны лучше отрабатывать скользкие места. В том числе чиновники должны проконтролировать, как предприниматели чистят прилегающие территории к офисам и магазинам. Вот как пояснил ситуацию Эдхамак Булатов на селекторном совещании в мэрии. Если дорожное полотно проведено в порядок, то тротуарные пешеходные дорожки еще нуждаются в очень серьезном внимании с точки зрения проведения их надлежащего состояния. То же самое можно сказать и о дворовых территориях, где тоже очень много льда и люди справедливо жалуются. Продолжение следует... Когда Емельянова будет похож на крупные терминалы не только схемы организации работы такси? Об этом в следующем сюжете. Такой борьбы за клиента среди водителей в аэропорту Емельянова больше не повторится. По крайней мере в этом уверены в руководстве. Емельянова планирует ввести новую схему работы такси и предлагают начать сотрудничество любым фирмам города. Чтобы водители соблюдали честную конкуренцию, а не разбирались на трассе у выезда. Для таксистов планируют оборудовать специальную площадку, машины обещают новые водители с лицензией. А вот те, кто навязчиво предлагает свои услуги, обещают цену подешевле и город показать. Убрать все же не получится. Аэропорт это открытая площадка. Мы не имеем права ограничивать пребывание кого бы то ни было на территории аэропорта, в терминале, в зоне вылета или прилета, если это лицо не нарушает правопорядок. Поэтому регулировать присутствие несанкционированных, нелицензированных частников, к сожалению, сейчас не представляется возможным. Напомню, новости ТВК не раз рассказывали о том, что парковка перед Емельяново часто превращалась в место для разборок между таксистами. Это, например, кадры, снятые в апреле этого года. Тогда один таксист даже протащил другого на капоте авто. Этим делом, говорят, в руководстве аэропорта должна заниматься полиция. Но они со своей стороны сделают все возможное для того, чтобы работали только порядочные водители. При этом цену за такую услугу назвать пока не могут. Тут говорят, что не будут вмешиваться в тарифы транспортных компаний и не исключают, что последние проиграют в споре с онлайн-агрегаторами такси. А это то, чего пассажиры ждут гораздо больше новой схемы организации такси. Здание нового терминала уже обретает форму. Если верить строителям, почти готов цокольный этаж, подведены коммуникации, заказали лифты и эскалаторы. Договорились с французами, которые разработают новую схему обработки багажа. Говорят, что идут с опережением графика. В настоящее время у нас активно, как вы наблюдаете сами, идет остекление и устройство кровли. Экватор тоже пройден. Мы выполнили уже более 50%. И напомню, что, как и заявлялось ранее, до нового года, ближе к новому году, мы планируем закрыть тепловой контур и уйти в отделочные работы. Закончить все работы обещают в декабре следующего года. К этому времени, говорят, может увеличиться и количество рейсов, и направлений. И тогда Красноярский аэропорт впервые сможет запомниться сервисом, а не безумством таксистов. Захар Письменных, Павел Тюкавкин, Новости ТВК. Федеральным чиновникам могут повысить зарплаты с 99 тысяч рублей до 140. Об этом пишет Russia Today со ссылкой на источник в правительстве страны. По предварительным подсчетам прирост составит 38%. Но ощутят это столичные госслужащие только к 2019 году. Как сообщают эксперты, сейчас рост зарплат федеральных чиновников сдерживается из-за кризиса. За последнее время они потеряли в деньгах примерно 20%. Уже к вечеру правительственный аппарат отреагировал на сообщение с следующим заявлением. Цифра в 38% носит лишь теоретический характер. И увеличение заработных плат госслужащих в проекте трехлетнего бюджета не предусмотрено. Конец цитаты. 85 справок, которые больше не надо собирать. Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее чиновникам требовать у людей документы, которые уже есть в госорганах. Сделано это, чтобы сократить очереди и увеличить скорость получения нужных бумаг. То есть теперь информацию, например, об отсутствии судимости или неоплаченных штрафов, чиновники должны сами передавать из одного ведомства в другое, без вашего участия. Всего список запрещенных к требованию бумаг попали 85 наименований. Это, например, сведения о нарушениях ПДД, данные о наличии или отсутствии судимости, выписки из единого госреестра юридических лиц, информация о прохождении военной службы по призыву и так далее. Упомянутыми распоряжениями документами государственные органы власти должны делиться друг с другом в автоматическом режиме. Однако с новой системой уже возникают вопросы. Давайте послушаем депутата городского совета Андрея Кузикова. Вообще в целом-то инициатива правильная, она полезная. Другое дело, насколько серьезно и ответственно правительство к этому подошло и подготовилось. Ведь может получиться так, что для налаживания этого электронного документа оборота потребуются дополнительные люди, силы, кадры, деньги. И будет ли это работать сегодня без боя. Второй момент, который меня смущает, наверное, все-таки сохранность личных данных. Новости ТВК. Сегодня спросили красноярцев, как часто им приходится собирать целые пакеты документов. Давайте послушаем, что они ответили. В любую службу государства, когда приходишь, нужно собрать сначала кучу документов, чтобы чего-то добиться. Любые льготы, любые... Ну, все время. Если что-то хочешь делать, то надо справки собирать. Много раз сталкивался элементарно, там, насчет машины, например, что-то оформлять. Ну, то есть по разным мелочам. Такое первое – это детское пособие, когда я столкнулась. Когда я сидел с маленьким ребенком, его несколько нельзя оставить. И вот нужно было собрать, с собой очень много справок. Даже со школы просили принести. Мне кажется, сейчас уже госуслугниками, сайт, все развито. В принципе, можно, не знаю, просто все быстро собрать. Эту тему предлагаем обсудить вместе с вами. А как вы думаете, будет ли работать новая система по обмену справками между ведомствами? Станет удобнее, быстрее. Высказать свое мнение можете по телефону 265-45-00. Отправляйте смс на номер 9020, комментируйте в группе ТВК ВКонтакте. Или пишите в вайбер и ватсап. Телефон, напомню, 8-923-1-65-45-00. Через 4 минуты о выборах в Америке, говорят даже в зоопарке. Сегодня звери пытались предсказать итоги голосования. Через 6 минут с одного места ветки убрали. А рядом оставили, говорят, не их территория. Так кто же должен вывезти мусор, который лежит с мая? И чем дышали красноярцы на минувшей неделе, узнаем через 13 минут. Вы смотрите новости ТВК и продолжаем выпуск с самой обсуждаемой мировой темой выборов в США. Сегодня стартовал основной этап голосования за нового президента. Борьба разворачивается между представителем республиканской партии Дональдом Трампом и Хиллари Клинтона от партии демократов. Елизавета Курочкина узнавала, как американцы готовились к этому дню и что по поводу выборных баталий, думаю, те граждане США, которые сейчас живут в России. Смотрим. В этой ситуации людям просто придется выбрать самое безобидное, так сказать, лучшее из худшего. Склониться в сторону лучшего из двух зол. Так, американец мистер Ронни видит выбор граждан штатов. Сегодня там проходит основной тур голосования за будущего президента. Ронни живет в России уже 4 года и говорит, что люди, по сути, не верят ни республиканцу Трампу, ни демократу Клинтон. Я понимаю, что не важно, кого выберут. Это, возможно, важно только для идеи. По итогу результат ничего не изменит, потому что каждый раз история повторяется. Не важно, кого выбирают, политика остается той же, ведь Америкой правят корпорации. До всех американцев говорить не буду, но в целом их отношения к кандидатам можно объяснить так, как мне когда-то объяснила мама. Республиканцы – это те, кто тебя посадит на тонущий корабль, а демократы – это те, кто даст тебе стул, чтобы тонуть было удобнее. Если кто-то предпочитает от политической борьбы держаться в стороне, то некоторые – напротив. Нам удалось связаться с Марией Егоренко. В штат она переехала, когда ей было 10 лет. Получила гражданство вместе с ним и право голоса. По ее словам, сейчас за океаном люди нервничают и активно следят за парой Трамп-Клинтон. На кампусе много студентов собирается, разговаривает, обсуждает новости, выдают брошюры, листовки. У нас были организованы даже просмотры дебатов. Сейчас уже все хотят, что ждут, не дождутся конца, хотят уже результаты получить, потому что такая нервотрепка была весь год. В Америке сейчас находится и депутат Красноярского городского совета Владимир Владимиров. Говорит, что по телевидению выборы сейчас главная тема, а вот на улицах нет привычной для нас агитации. Компания проходит маленько не так, потому что я, допустим, здесь не увидел ни одной листовки, которая наклеена на столбы, на подъезды или еще где-то. Нет практически баннеров. Отсутствие лозунгов на рекламных счетах компенсируется призывами звезд с концертов. Очень многих кандидатов поддерживают звезды мировой поп-музыки и проходят концерты в Америке в поддержку кандидатов. Вот последний день в поддержку Хиллари Клинтон. Вчера выступала, насколько я помню, Кэти Перри в штате Пенсильвания, а сегодня бесплатный концерт дала Мадонна в Нью-Йорке. К слову, Клинтон поддерживают не только звезды, но и большинство местных телеканалов, представителей бизнеса. А Дональд Трамп – это выбор среднего класса, выбор тех, кто следует той самой американской мечте о независимости и свободе. Они считают, что Трамп – это новое политическое явление. И в России он популярнее, потому что считается, что Клинтон ведет агрессивную антироссийскую политику, а Трамп, наоборот, более лоялен. Но вот мнения красноярцев и гостей города по этому поводу разделились. У Трампа криминальное мышление, он хочет войны, а Клинтон – за демократию, за мир. Вы бы за кого голосовали и почему? Ой. За Трампа. За Трампа. А почему? А к России Лэль относится. Я как-то не интересуюсь. Потому что в своей политике такой бардак. Еще их… Да пусть они сами разбираются у всех. Разбираться будут так называемые выборщики. Именно их американцы сегодня и выбирают. Это люди, которые обладают определенным жизненным и профессиональным опытом, авторитетом. В коллегию входит 538 человек. Они и отдают свои голоса относительно кандидатуры президента. И тот, кто наберет большинство голосов, автоматически получает поддержку всех выборщиков того или иного штата. Кто же станет новым президентом США, по сути, будет известно уже завтра. Елизавета Курочкина, Мария Великосельская, Владимир Антонов, Виталий Суботин. Новости ТВК. А вы следите за выборами в США. Эту тему сегодня будем обсуждать вместе с вами в эфире ночных новостей ТВК. Как вы думаете, почему голосование за нового президента в другой стране стало самым обсуждаемым событием этой недели в России? Оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Пишите на смс-сервис 9020 с пометкой ТВК. А также делитесь своими мнениями в WhatsApp, Viber и Telegram. Номер 8-923-1-65-45-00. Итоги обсуждения в прямом эфире ночных новостей ТВК подведет Виктория Лопатайси. Пока результаты выборов в США неизвестны, предсказания, кто в них победит, делают не только аналитики, но и звери. В Красноярском парке Роев Ручей эту миссию возложили на белого медведя Феликса и тигрицу Юнону. На обед им предложили тыквы с изображениями Хилари Клинтон и Дональда Трампа. В тыквенные головы сотрудники парка положили мясо и рыбу. В итоге Феликс долго принюхивался к Трампу и остановил свой выбор на нем, сломав флажок с портретом кандидата. А Юнона сначала посоветовала со своим супругом Тигром Бартеком, а потом съела Хилари Клинтон. Рост налогов В правительстве планировали ее систематически повышать в течение трех лет. Правда, когда это случится, еще обсуждается. А как сейчас чувствует себя красноярский бизнес, узнаем в программе «После новостей» в 20.45. Сегодня гость Ильи Зайцева Сергей Новиков, исполнительный директор ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский стандарт». А если вы предприниматель, то присоединяйтесь к разговору, делитесь своим опытом ведения бизнеса в непростых экономических условиях. Для этого нужно позвонить по телефону 260-45-00. Можно написать смс на номер 9020. А напомню, сначала ТВК, пробел и далее текст. А в 20.30 обсудим постановление, запрещающее требовать у людей документы, которые уже есть в госорганах. Сделано это, говорят, чтобы сократить очередь и увеличить скорость получения нужных бумаг. А как думаете вы, будет ли работать новая система по обмену справками между ведомствами? Станет удобнее и быстрее. Высказать свое мнение можете все так же по нашему телефону 265-45-00. Пишите на смс сферс 9020, комментируйте в группе ТВК ВКонтакте. Или пишите в вайберу, ватсап, номер телефона 8-923-1-65-45-00. Сейчас к другим темам. Стали самыми быстрыми в истории последнего предупреждения. Но желтая карточка остается на месте. Сегодня автор нашего коммунального сериала Екатерина Кашучек вернулась во двор на тот именно 6 и посмотрела, как сработала муниципальная управляющая компания «Красноярская». Оперативно, но неэффективно сработала муниципальная управляющая компания. Сегодня мы вернулись в тот самый двор, который показывали вам накануне. Смотрите, здесь не осталось абсолютно ни одной ветки от того самого майского снегопада, который повалил очень много деревьев. Но желтую карточку мы сегодня снова привезли с собой. Пойдемте посмотрим, почему. На самом деле двор этот очень большой. Мы накануне об этом рассказывали. И веток здесь очень много. И жильцы жалуются, что не пройти буквально. Но вот в одном месте там их убрали. А посмотрите, что творится около соседнего дерева. Кстати, прямо во время съемки к нам подошла женщина, которая представилась сотрудником управляющей компании. Я к вам подошла поговорить, что по кадастровому паспорту, а не потому, что вы меня снимали. Так давайте поговорим. Вы объясните, а кто тогда должен их убирать? Объясните людям. Это же не нормально, что они лежат. Или вы считаете это нормально? Я считаю нормально. Пусть за это отвечает тот, кому положено, чья это территория. Только вот на той территории, где уже поработали коммунальщики, остались сломанные ветки, которые еще не упали, но уже оправданно беспокоят жителей. Нас беспокоит то, что очень много сухих веток находится еще на деревьях. На проходе детская площадка. И местные жители, которые здесь ходят, опасаются вот этих сухих веток, которые еще на деревьях. Я надеюсь, около каждой ветки нам не придется ставить вот такую желтую карточку, чтобы эту ветку убрали. Но мы напомним, муниципальная управляющая компания, последнее предупреждение все еще действует. И напомним, что здесь еще есть ветки, которые висят прямо на деревьях, но уже сломаны. И их тоже нужно убрать. А мы приедем и проконтролируем. Екатерина Кашульчик, Александр Тропин. Последнее предупреждение. В Роспотребнадзоре предложили снизить температуру горячей воды. А врачи боятся, что это может привести к росту заболеваемости. Об этом расскажем через 6 минут. А через 10 минут начнем принимать звонки в прямом эфире. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Два километра пешком по обочине проезжей части посреди пустыря. Так выглядит дорога к знаниям в поселке Нанджуль в Солнечном. Почему у детей забрали школьный автобус? И кто из-за этого теперь вообще лишился возможности получать образование, расскажет Екатерина Кашульчик. Валенки и на руки, и на ноги здесь надевать уже привыкли. В школу, как в далекий поход, собираются. За спиной нелегкий рюкзак. Впереди 2 километра по пересеченной местности. Хорошо, если погода позволяет. А если ветер, мороз, а если когда распутятся, дети по уши грязи приходят туда в школу, приходят обратно такие же. Готов к своему каждодневному пути? Ну смотри, Яндекс нам считает почти 2 километра, 1 километр 900 метров и 23 минуты. Давай сейчас засечем, за сколько дойдем мы. Так, ставим старт. Пошли. Такой путь каждый день преодолевают 70 человек возрастом от 7 и до 17. В маленьком поселке немало семей многодетных, а учеба тут в две смены. Вот и получается, родители не успевают отвозить детей физически, а автобус здесь в этом году ходить перестал. Ну что, вот и школа. На пороге можем остановить наш секундомер. Нажимаем стоп. Ну смотрите, как по Яндексу. Почти 23 минуты, 22 с половиной. А не страшно назад по темноте ходить? Ну бывает, когда сзади кто-нибудь идет. Страшно родителям пятиклассницы Ангелины. Автобус был единственным способом доставить ребенка в школу. Хрупкая коляска двух километров в гору по наледи не выдерживает. Занятия для девочки прекратились. Ребенок очень заинтересован в обучении. Привык к друзьям. Это замечательная социализация. Сейчас этого такой радости ребенка просто лишили. Решили, что наши дороги очень опасны, непригодны для транспортировки детей и закрыли маршрут. Теперь по опасным дорогам дети не ездят, а бегают. Так, видимо, безопаснее. В ГАИ подтвердили, не выдали маршрутную карту школьному автобусу. История началась еще прошлой зимой, когда в очередной гололед водитель школьного автобуса отказался на свой страх и риск везти школьников по ухабам и ледяным кочкам. Мэрию попросили дорогу эту в должный вид привезти. И тут выяснилось, что эта земля принадлежит частному лицу. Город. Господи, что правда? Дорога-то не наша. Ну извиняйте, мы автобус забираем. Написали нам требования. Требования мы постарались выполнить. То есть остановочный пункт мы установили. Весь поселок скидывался. Мой муж делал. Силами мужей поставили остановку, но автобуса к ней снова нет. Чтобы он сюда подошел, нужно, чтобы мэрия с собственником земли договорилась, кто и как эту землю будет чистить. В телефонном разговоре с нами владелец дороги заявил, что как сейчас не запрещает по своей земле ездить, так и дорогу эту автобусом готов открыть. Только вот из мэрии ни одного обращения по этому поводу не поступало. Почему, мы спросили в городской администрации сами. Но оказалось, что там не про все требования госавтоинспекции в принципе знают. Что вас попросили устранить? Что вот вы своими стараниями устранили? На данном совещании я не была, да, не могу вам сказать. Но я могу вам сказать, что были установлены знаки дорожных, знаки приоритета. Была установлена остановочный пункт, да, чтобы детки там подождем не стояли. Это основные были вопросы, которые определял ГИБДД. А вопрос земли вам не предъявляет, что себя там часто? Данный вопрос не поднимался. По итогу в мэрии ждут ответа от ГАИ, что дорожную карту вдруг дадут, ведь они знаки установили. А в ГАИ не смогут выдать карту, пока вопрос содержания дороги не решат. Вопрос, который, по мнению мэрии, не поднимался. Зато там отчитались. Автобус стоит и ждет. И остановка стоит. Только школьники бегают с желанием надеть на руки валенки. Екатерина Кошочек, Виктория Лопатайте, Александр Тропин, Владимир Антонов. Новости ТВК. Витамины против черного неба. Красноярским детям предложили особое питание, которое помогает адаптироваться к грязному воздуху. Проект координирует Минздрав и Краевой Роспотребнадзор. По мнению последних, источником химического риска для здоровья являются воздух и продукты. Поэтому специально для детских садиков разработали биокомплекс из пектина, рыбьего жира, омега-3 жирных кислот, добавок йода, железа и кальция. Пока эффективность комплекса протестировали на воспитанниках трех детсадов советского района и остались довольны результатом. А далее наша рубрика «Экология», в которой каждый вторник мы анализируем качество красноярского воздуха. В эфире автор Юлия Афанасьева. Юлия, чем дышали в течение последнего часа? Ну, Дарья, по данным Минприроды, в микрорайоне Черемушки в воздухе был обнаружен диоксид азота. И вот, кстати, на прошлой неделе жители сразу трех микрорайонов дышали этим газом. К примеру, в Солнечном и в Северном максимальное превышение было почти в три раза, а вот в Черемушках в четыре с половиной раза. Диоксид азота получается при сжигании топлива и относится ко второму классу опасности. Но вот в прокуратуре отчитали, что проверили десять асфальтобетонных заводов и в работе сразу всех десяти нашли нарушение. У предприятия отсутствовали паспорта пыли-газоочистных установок. Газоочистные установки не поставлены на учет в контролирующем органе. Проверка работы эффективности пыли-газоочистных установок производственный контроль не осуществлялся. Отсутствовала учетная документация по ремонту обслуживания установок. Ну и вот пока надзорные органы борются с предприятиями, свой вклад в загрязнение воздуха вносят и некоторые красноярцы. Следующее видео нам прислали телезрители. В нем видно, как машина перевозит уголь и по всей дороге летит пыль. Ну и обо всех нарушениях, что касается загрязнения, можно сообщать по номеру горячей линии Роспроводнадзора 8 908 015 60 10 и Минприроды 211 35 10. Ну, кстати, на прошлой неделе туда поступило всего 6 звонков, 3 из которых от жителей Советского района. Но о чем мы с вами дышали на этой неделе, расскажу уже в следующий вторник. Дарья. Да, спасибо, Юлия. А мы продолжаем выпуск. Горячая вода станет холоднее. С предложением снизить ее температуру выступил Роспотребнадзор. Ведомстве предполагают, что таким образом можно будет сократить расходы на водоснабжение. Если сейчас, согласно нормам, температура горячей воды должна быть от 60 до 75 градусов Цельсия, то после внесения поправок градус могут снизить до 50. При этом, как говорят врачи-эпидемиологи, температура выше 60 градусов – это общепринятая норма, которая должна гарантировать защиту от различных вирусов. А после возможного снижения вероятность появления бактерий в воде увеличится, уверены эксперты, и безопасность населения будет зависеть от технологии подачи воды, которая не всегда соблюдается в полной мере. Завтра в Красноярске стартует 12-й городской форум, который уже традиционно соберет разные идеи инициативных красноярцев для того, чтобы лучшие из них воплотились в жизнь. Подробности в следующем сюжете. Новое общественное пространство, волонтерские проекты, масштабные события города – все это инициативы красноярцев. Именно такие горожане станут участниками 12-го городского форума, в их числе Ирина Данилова. Жалко, что люди не всегда как-то организуются, или нет такого, может быть, лидера у них, или какой-то группы инициативной, которая бы так смогла. Потому что по сравнению с тем, что было, например, года 3-4 назад, безусловно, таких дворов стало больше. Нынешний форум объединит единомышленников, станет площадкой, где каждый желающий может стать лидером, заручиться поддержкой и воплотить мечту в реальность. Благодарны в этом плане главе города, администрации города, как общественная палата, за то, что они думают о том, что именно граждане города, активные граждане, своими инициативами помогут определить тот вектор развития города, который видят они. В этом году участники форума представят инициативы по самым актуальным вопросам жизни Красноярска. Если у вас есть идеи, присоединяйтесь к дискуссиям и предлагайте свои проекты. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем эфир. И я коротко напомню тему обсуждения. Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее требовать у людей документы, которые уже есть в госорганах. Сделано это якобы, чтобы сократить очереди и увеличить скорость получения нужных бумаг. А как вы думаете, будет ли работать новая система по обмену справками между ведомствами? Будет удобнее и быстрее? У нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Петровна. Мы с супругом недавно были в городской администрации, собирали, значит, все справки. На сертификат, как чернобыльцу, были с доверенным лицом. Наше доверенное лицо попросило, пожалуйста, сделайте запрос, чтобы инвалиды не платили за справки. Нет, мы не будем. Мы, значит, заплатили за справки что-то больше трех тысяч. Это для нас, ну, жалковато, честно вам скажем. Ну и что вы думаете? Они тут же делают запросы, какие им надо, городская администрация, и нам пишут отказ на постановку сертификата. Как было беспредел, так и будет беспредел. Никто никогда с нами, если с нами с доверенным лицом, так вот, ведут себя. Это вообще беспредел. У нас чиновники вообще не хотят работать. Поняла вас. Спасибо за ваше мнение. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Вот у нас в России действует универсальная электронная карта. На универсальной электронной карте содержится банковский счет, НИЛС, номер УФМФ. Вот. Я ее получил год назад. За это время, кстати, эта универсальная электронная карта, она предполагает получение госуслуг. За этот год я не смог не воспользоваться своей поликлинике 2014-й, потому что нету считывателей. Не даже в УФМФА. То есть я проходил платное обследование, я приходил, говорю, дайте нам поликлинике, говорю, у меня вот универсальная электронная карта. Они на нее смотрели, такие, о-о-о, а что это такое? То есть она имеет защиту, соответственно, государственную. То есть, ну, получена официально. Вот. Я к чему это говорю? Если у нас вот этих три определенных компонента, то есть медицинский полис, НИЛС, вот, и паспортные данные человека мы не можем получить сейчас, о каких мы в 85 браках можем говорить. То есть на данный момент даже вот этих три, вот я говорю, люди, я не знаю, наверное, я не первый, кто получил ее, в основном, просто валяется. Понимаете, у меня просто накрытие такая лежит и прочее, прочее, прочее. Поэтому я считаю, что 85 правок у тех, о которых говорят, они просто не могут быть получены, потому что у нас нету связи между органами, у нас нету связи, чтобы считать. Даже если вот хотя бы вот на эту электронную карту они бы объединили, да, то есть эти справки сбрасывали. То есть я вот подошел и раз отдал, сбросили там не судим, не это и прочее, 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 снил с паспором и прочее. Я подошел, раз отдал, меня сочитали. Даже для медиа у нас нету связи, чтобы считать. Поэтому я считаю, что вот эти все, которые лежат в распоряжении правительства, извините, это просто свои. Спасибо, поняла вас. То есть идея-то хорошая, просто и до этого были идеи хорошие, просто их нужно довести до конца, сделать действительно, чтобы было удобно для людей. И сегодня эту тему мы обсуждаем и в социальных сетях. Вы пишите комментарии, пишите на наш смс-сервис. Сообщение анализировала моя коллега Ольга Добриденко. Оля, что пишут? Расскажи. Дарья, судя по отзывам, однозначно сказать сложно, довольны красноярцы или недовольны. Потому что очень много восторженных комментариев, где пишут, ура, отличная новость, как здорово и наконец-то. Но пессимистичных тоже полно, их практически столько же, сколько и позитивных. Например, пользователи считают, что как было, так и будет. Получать документы после отмены справок не станет быстрее. Жалуются на то, что только 85 справок отменили, можно было бы и побольше. А также в целом на систему подачи документов. На то, что приходится собирать много официально заверенных бумажек, пора бы уже перейти на компьютерную систему хранения этих справок. Чтобы людям не приходилось собирать их по несколько раз и переносить из одной инстанции в другую. Пришел за документами, а у специалиста уже и все копии, и все оригиналы есть. Было бы удобно, пишут зрители. В общем, пользователи считают, что отмена – это хорошо, но есть еще над чем поработать. Дарья? Спасибо, Оля. Давайте сейчас послушаем, что думают зрители. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Ирина, да? Говорите. Да. Здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, решение, принятое Кабинетом министров, будет исполняться только тогда, когда изменятся все внутри и межведомственные поднормативные акты, которые требуют предоставлять всех этих справок в бумажном виде. И, как правило, с круглой, синей, печатью. Мы же все прекрасно понимаем, что это нереально – изменить все поднормативные акты, которые принимаются в каждом ведомстве. Вот такое мое мнение однозначно. Поэтому я считаю, что это не будет работать. Все равно будут требовать везде предоставление этих справок. Как пример, у нас мы подтверждаем группу четвертый год подряд. Четвертый год подряд, несмотря на то, что есть межведомственное электронное сообщение между МСЭК, это экспертная комиссия и пенсионный фонд, сообщение ждет, пенсионный фонд ждет в бумажном виде, и сообщение доходит в течение двух месяцев в рамках одного района города. То есть проще прийти и принести справку? Нет, принести на руки не дает МСЭК, однозначно. Пенсионный фонд ждет, пока МСЭК официально по почте отправит эту справку. Я не знаю, по почте или пешком, но ждем это в течение двух месяцев, эту справку. То есть два месяца человек не получает пенсию, потому что пенсионный фонд не получает информации. Вот такая вот ситуация у нас. Поняла. Идея хорошая, но как бы ни было хуже, называется, да? Спасибо вам за ваше мнение. На этом эфир новостей ТВК подошел к концу, но не переключайте канал. Продолжит эфир программа «После новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова